Стимул зарабатывать – приоритет развития сельского хозяйства. В Малом зале Законодательного собрания сегодня прошло первое открытое чтение законопроекта о бюджете области на 2016 год. Подробнее расскажет Анастасия Чернышева. Публичное слушание – обязательная процедура перед тем, как вынести бюджет на повестку дня сессии. В этом году сокращена и доходная, и расходная часть. В первую очередь это касается капитального строительства. Новых крупных проектов в 2016 году начинать не будут, но сохранятся все существующие меры поддержки. Впрочем, доходы области еще могут увеличиться. Во-первых, за счет сбора налогов. Например, огромная недоимка по доходам физических лиц. Кроме того, можно сократить расходы на обслуживание долга по кредитам с помощью федеральных властей. Есть положительная тенденция, что федеральный центр все-таки замещает коммерческие кредиты бюджетными кредитами. У нас в этом бюджете около 5 миллиардов рублей. Это расходы областного бюджета на содержание внутреннего долга. То есть это выплаты фактически коммерческим банкам. Если кредиты коммерческих банков будут замещены бюджетными, то вот эта разница, как раз эта расходная часть, которую мы тратим на содержание, 5 миллиардов, мы ее можем высвободить на свои собственные расходы. Зарабатывать и привлекать средства самостоятельно – такая перспектива рассмотрелась отдельно. В проекте бюджета запланирована стадия расходов на поддержку производственных предприятий, на закупку и модернизацию производственных мощностей. Здесь нужно думать и о возможностях пополнения бюджета, о привлечении каких-то инвестиционных программ комплексных, которые позволят бюджет все-таки укреплять. Несмотря на то, что на чтениях были намечены главные направления работы над бюджетом, проект ждет много поправок и дополнений. Размеры трансфертов из федерального бюджета будут известны только в декабре. Но в любом случае, депутаты подчеркивают, сохранятся все социальные выплаты – от пенсии и зарплат бюджетникам до компенсаций по выплатам ЖКХ. Анастасия Чернышева, Алексей Погудин. Новости ОТС.